Начиная с 2000 года, во многих странах во вторую субботу сентября отмечается Всемирный день первой медицинской помощи. Инициаторами его проведения выступили национальные организации, члены Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Основная цель оказания первой помощи – проведение пострадавшему необходимых простейших мероприятий для спасения его жизни. Работа в экстренной медицине привлекала меня к тем, что в этой области ты должен быть готовым принимать решения незамедлительно, реагировать на любую ситуацию. Так от этой ситуации зависит жизнь человека. Врачи скорой помощи не любят слов, они любят действия. В данной работе, как и во всех других, возникают различные сложности, которые врачи стараются незамедлительно решить и всегда оставаться с холодной головой. Наверное, основной трудностью для каждого врача является то, что мы не всесильны. И порой, даже если ты делаешь свою работу согласно стандартам, опираясь на знания, опыт, исход может быть неблагоприятным. И также трудности бывают на этапе, когда в сложной ситуации ты должен брать на себя ответственность, принимать решение, от которого может зависеть жизнь человека. Отметим, что профессиональную помощь должны оказывать медики. Но кроме них, приемами оказания первой медицинской помощи обязаны владеть и сотрудники полиции, учителя, спасатели и многие другие. Но как показывает жизнь ситуации, требующие оказания экстренной первой помощи возникают чаще всего неожиданно. В условиях дефицита времени, так как сегодня чаще всего в скорую попадают пациенты после чрезвычайных ситуаций, ДТП и хронических заболеваний. Заведующий скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины и катастроф Истам Муртазаев рассказал о количестве вызовов за первые полугодия текущего года. За сутки вызовы у нас бывают разные. В основном это где-то 150-160 вызовов за сутки. За первые полугодия у нас было около 27 тысяч вызовов. Сегодняшние достижения российских медиков, скорой помощи и отечественной медицины известны далеко за пределами нашей страны. Такие серьезные успехи достигаются упорным трудом. Большим профессионализмом и круглосуточной напряженной работой каждого, кто связал свою жизнь с медициной. В связи с этим заведующий скорой медицинской помощи Дагестанского центра медицины и катастроф Истам Муртазаев поздравил своих коллег и студентов с Всемирным днем первой медицинской помощи. Я желаю всем коллегам продолжить любимое свое дело. С радостью идти на работу, возвращаться с улыбкой домой. Здоровья вашим семьям и родным. Хочу пожелать будущим медикам, врачам выбирать эту специальность только по призванию. Всегда помните о том, что кто-то будет доверять вам самое ценное в своей жизни и свое здоровье. А значит, вы должны быть профессионалами своего дела. Учитесь, задавайте много вопросов своим наставникам, работайте, читайте и развивайтесь. Помните о том, что нужно стать таким специалистом, к которому вы сами хотели бы попасть. Продолжение следует...